Дом культуры «Энергетик» в Саласпелсе, где сейчас идет реконструкция, находится в предаварийном состоянии. В несущих стенах здания специалисты обнаружили трещины. Работы прекратили, здания законсервировали. Что теперь делать с Домом культуры, решают специалисты. Репортаж Анастасии Дьяконовой. Реконструкция Дома культуры «Энергетик» в Саласпелсе идет уже два с половиной месяца. Стоимость проекта более 4 миллионов евро без НДС. Реконструкция здания «Энергетика» Дома культуры в Саласпелсе предусматривала и снос одной из несущих стен, а также расширение самого здания. И после того, как часть работ была проведена, оказалось, что по оставшимся стенам пошли трещины. Сейчас здесь тихо. Объект охраняют, однако все работы прекращены. Рабочие ждут. Здание должно быть законсервировано. Затем проведут технический анализ изменений. В Бюро по надзору за строительством говорят, трещины в здании были констатированы еще до начала строительных работ, но не такие большие. На прошлой неделе, когда авторский надзор обнаружил, что трещины увеличились, специалисты снова провели проверку. Главная стена фасада отклонилась на 40 мм, то есть или 4 см, и вторая стена отклонилась на 34 мм, чуть меньше. То есть показатели, которые показывают, находится или нет конструкция в предварительном состоянии, является 1,02 от высоты. В данном случае 40 мм, это является 1,195-я. То есть мы можем сказать, что это один из признаков того, что наружная стена находится в предварительном состоянии. По мнению специалистов, вероятнее всего, трещины были в здании годами, ведь построили его в конце 70-х годов. А нынешняя перестройка стала катализатором. Проектировщик тоже перед началом проектирования проводил осмотр технического обследования. Но учитывая то, что там были и подвесные потолки, и конструкции были закрыты, проектировщик мог и не видеть этих проблем. После того, как масштаб изменений здания будет определён, для продолжения работ нужно будет менять проект. Плюс дополнительные работы по укреплению дома культуры. Расходы придётся покрывать самоуправлению. Насколько это будет известно только после того, как будет проектная документация сделана на дополнительные укрепления конструкции. Это в сотнях тысяч евро будет. Может одна, может две, но я не знаю. В бюджете деньги есть на эту работу, так как этот дом культуры, реконструкция была предусмотрена в течение двух лет. Соответственно, половина денег была в этом году, половина в следующем. Реконструкция дома культуры «Энергетик» в Саласпёсе по плану должна длиться 18 месяцев. И завершится в августе 2018-го. Скорее всего, из-за предаварийного состояния этот срок увеличится. Возможно, на несколько месяцев. Если доме не удастся договориться с проектировщиком о стоимости работ, придётся искать других исполнителей. Но в этом случае придётся проводить очередной конкурс. Успеет ли к столетии Латвии, неизвестно.